К чему снятся яблоки? По разным сонникам по-разному они идут. Но, так как многолетнее исследование показало, что яблоки снятся, первое, к знаниям, потом к мудрости, может быть, к каким-то эзотерическим знаниям, дальше могут быть, к чему, к таинству иногда может быть. Иногда бывает, что какие-то изобретения, открытия тоже. Но опять очень много значит, откуда мы, или яблоко в руке, или яблоко на дереве. Если это связано с деревом, значит здесь по роду что-то идёт. Дерево всегда родовое идёт. Это корни. Значит, если яблоки растут на дереве, значит здесь показано, что какие-то знания по роду у вас идут. Вы должны приобрести какую-то или мудрость, или какие-то знания. Или, может быть, у вас по роду идут открытия. Или какие-то способности, таланты в этих каких-то областях идут, эзотерики. Это родовое. Понятно. Если высоко яблоки висят, значит, может быть, или в достаточно высоком уровне должны быть знания, или, может быть, даже это высшее образование. Такое тоже может быть. Если низко, значит, знания где-то более ниже идут. То есть то, что можно дотянуться быстрее к этому. Это опять смотрим яблони. Никакая, если она не искажённая. Если сухая наполовину, значит, где-то всё-таки, может быть, здесь что-то не очень хорошо по вашему роду идёт. Может быть, что-то уходит, сохнет что-то. Может быть, не использовали что-то в этом отношении. Если она искорёжная, тоже. Может быть, если яблоки гнилые, если яблоки червивые, тоже не очень хорошо. Почему? Потому что вот здесь мог быть именно связана какая-то информация, которую, будем говорить так, не очень качественная, может быть, и в этом отношении. Поэтому смотрим дальше. Зрелые яблоки – это информация, которая созрела уже. То есть можно ей пользоваться. Если они низко, значит, можно её взять. А если зрелая информация, яблоко, дерево высокое, всё остальное, вполне возможно, чтобы для того, для тянуться до этих знаний, нужно, вполне возможно, что, может быть, высшие курсы какие-то закончить. Или же получить высшее образование. Это тоже есть. Потом дальше. Незрелые яблоки. Эта информация ещё не созрела. Значит, получите частично. Есть, которые знания, мудрость и всё остальное, которые, ну, будем говорить, купажно идёт, она... Всё понятно в ней. А есть незрелые, где информация есть, но до конца ты её можешь не взять. Поэтому смотришь, большой урожай, если большой урожай, значит, много знаний получишь. Если мало урожая, значит, малые знания. Очень много значит, что действия, которые ты делаешь. Если ты кушаешь яблоко, если просто яблоко, значит, это просто знания, мудрости, может быть, открытие какое-то могут быть такие. Ну, вот если ты ешь яблоко, значит, конкретная информация придёт. Какая-то информация, достаточно, будем говорить, зрелое, хорошее, красивое яблоко, значит, соответствующая будет информация. Если запекать, значит, это достаточно быстрая информация. Это огонь, это ещё плюс ко всему тому же, это большая вероятность каких-то или открытий. Почему? Потому что огонь, это бывает иногда мозг, когда ты что-то долго думаешь. И оно должно вспечься, это яблоко должно быть. Если сушишь, это информация, которая пригодится на будущее. Яблоки, если ты выбираешь яблоки, выбираешь, значит, где-то, значит, какой-то выбор какой-то информации идёт. Если моешь яблоки, то есть, значит, это эмоциональные какие-то действия, которые связаны тоже с информацией. Если, например, тебя угостили, значит, поделились информацией, гость. Иногда угостили гость, угостили. Может быть, придётся гость, который тебе, вот сейчас почему-то мне пришло, угостили. Гость может прийти, и тебя где-то принесёт информация, может быть. Если ты угостил, может быть, ты кому-то в гости придёшь, и будет какая-то информация, может быть, какая-то беседа, может быть, какие-то знания будут, и всё остальное, именно связано с этими яблоками. связь. Потом, что еще можно сказать? Если резали яблоки на горьки, значит, получение информации может быть, ну, будем говорить, постепенное. И эта информация, потому что нож, это всегда не очень хорошо. То есть, резать. Это значит, та информация, которая будет поступать у тебя, она достаточно острая. Если мешок яблок, это хорошая вещь, почему даже? Это к достатку, к уважению, может быть, потому что это мудрость, может быть. Это и достаток, то есть, информация может принести достаток тоже. Если отгрызать яблоко, значит, информацию кто-то уже использовал. Хотя осталось, ну, будем говорить так, ничего практически не осталось. Поэтому надо смотреть именно дополнительные иногда символы. Если рядом знакомые люди, это одно, соседи, это другое. Например, позитив или негатив. Гнилые яблоки, порчные яблоки, это порчная информация.